Всем привет! Сегодня в обзоре очередная новинка ассортимента RedWerk и это аккумуляторный краскораспылитель. И начну с предупреждения. Данный краскораспылитель поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. Придется приобретать отдельно, либо приобретать его с тем инструментом, у которых они идут в комплекте. Ну и этот небольшой минус легко превращается в плюс, так как от одного купленного аккумулятора вы можете эксплуатировать целую кучу инструментов. По-моему сейчас в линейке их уже 13. На данный момент в единой аккумуляторной системе RedWerk 18 вольт всего лишь два аккумулятора. Это аккумулятор емкостью 2 ампер часа и тот, который у меня в руках, емкостью 4 ампер часа. И стандартное зарядное устройство на один аккумулятор. Ну а сейчас давайте посмотрим, что у нас в коробке. Итак, в коробке у нас, простыми словами, рукоятка с мотором, который создает воздушный поток и к которому крепится непосредственно аккумуляторный блок. Далее непосредственно сам распылитель. Он поставляется отдельно. Вы можете его легким движением руки подключить к мотору. Все, краскораспылитель готов к работе. Остается подключить блок и приступать к работе. Однако прежде чем приступить к работе, необходимо зарядить аккумулятор при помощи зарядного устройства и залить краски в бачок. Но прежде чем заливать краску в бачок, необходимо отрегулировать трубку в то положение, из которого мы будем работать. Если мы красим горизонтальную поверхность, то трубку поворачиваем в сторону поверхности. Если мы красим вертикальную поверхность, как, например, стена, то все равно в каком положении будет находиться трубка. Но если же нам придется красить потолок, то трубку необходимо ставить вот в такое положение, чтобы краска из нижнего положения, из бачка, спокойно поступала непосредственно на сопло и распылялась. В комплекте у нас идет вот такая вот воронка. Называется эта воронка вискозиметр. А также два запасных сопла. Плюс ершик для промывки и игла для прочистки. Имеется инструкция по эксплуатации. Очень подробная и очень простая. Я же познакомлю вас только с азами. То есть, что нужно знать перед тем, как начать пользоваться краскораспылителем. Это вискозиметр. Штука очень простая. Сюда заливается краска, затыкаются отверстия и засекается время. Оптимальная вязкость краски, которая будет достигнута, это когда краска покинет этот вискозиметр за 20 секунд. Ну и, как я говорил ранее, в комплекте у краскораспылителя три сопла. Одно установлено на нем, самое большое, 2,2 мм. А в комплекте идут еще два. Полтора миллиметра и 1,8 мм. Хотелось бы сразу отметить то, что любая краска и любое сопло подбирается опытным путем. Непосредственно под ваши условия эксплуатации и распыления краски. То есть, нанесения на поверхность. Если диаметр отверстия влияет на расход самой краски, то форму струи можно менять при помощи поворота на 45 градусов непосредственно сопла. Тогда вы будете получать круглую струю. Либо веерообразную струю горизонтальную и веерообразную струю вертикальную. Ну, а простыми словами, ширину факела веера можно менять при помощи переключателя, который в виде флажка находится в верхней части. Данный краскораспылитель не предназначен для каких-то ответственных окрасочных работ. То есть, например, окраску дорогой эмалью автомобиля. Этот инструмент, по большому счету, способен решить любую хозяйственную задачу, связанную с окраской. Ну и последняя регулировка, о которой забыл упомянуть, это регулировка подачи краски. То есть, количество подаваемой краски выполнено очень просто в виде вот такого регулированного курка, винта, который упирается в корпус и не дает большому количеству краски распылиться на поверхности. Ну, а я надеюсь, то, что обзор был полезен и понятен. Не забывайте, после того, как провели окрасочные работы, обязательно отсоединить привод от распылителя и все тщательно промыть. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч с уникальными помощниками от RedVerg.